Доброе утро, Полтава! Воскла играла Локомотива, да? По-хорватски Локомотива, привычнее нам Локомотив, наверное, супер. Будем говорить Локомотив. Мы решили встретиться с Астасом для того, чтобы он рассказал о своих впечатлениях об этой игре. Почему с Астасом? Я скажу прямо, я не во всем разбираюсь. Например, если я в химии не понимаю, то я спокойно читаю вентилей. Вам кто-то сказал, что я понимаю в футболе? Мне сказали, что вы делаете вид, что вы понимаете в футболе. Ничего не понимаю в футболе. Чем больше смотрю футбол, я явственнее понимаю, что так мало я понимаю. Да, вчерашняя игра, кстати, многих оставила в непонятке. Во-первых, я видел ваш пост в соцсетях. Команда туда поехала, корреспондентов-репортеров. Это же дело клуба. Клуб – это же частная структура, поэтому люди, кого хотят, того они берут. Я считаю, если налажена работа с болельщиками, а средства массовой информации – это как проводники от клуба к болельщикам, соответственно, значит и интерес со стороны клуба в СМИ будет получше. Если интереса такого нет, значит клубу пока не интересно работать с болельщиками в том формате, в котором это принято во всем мире. Ничего здесь страшного нет. Такой выбор клуба, надо его уважать. Они, может, и подозревали, что игра такая? Не знаю. Игра получилась на самом деле очень слабая со стороны его воспользования. Да, я думаю, что и Локомотив тоже не та команда, которая могла бы болельщикам создать большие проблемы. Все-таки класс команды достаточно средний. Егор складывается на последних двух матчей проходить Хорватов. Но меня неприятно удивил первый тайм, в котором болельщики выглядели просто очень слабо. Никак. Ну, совершенно непонятно было, за счет чего они собираются строить свою игру. Не было ни скорости, ни движения, ни мысли. Очень не хватало креативности в атаке. Очень много было необязательных потерь мяча. Во втором тайме ситуация немножечко улучшилась. И в концовке Локомотив имел два момента для того, чтобы забить. Ну, думаю, что ничья закономерный ток, потому что у Хорватов так же. Когда это было несколько моментов, они тоже имели шансы забить. В общем-то, 0-0 справедливый итог в двух матчах. Противостояние через неделю в Полтаве. Мы узнаем, кто из этих двух команд стоит пройти дальше. А как вы думаете, Локомотива проявила себя в полном объеме? Локомотив – это молодая команда, средний возраст, которая составляет 20 с небольшим лет. Поэтому у этих ребят все еще впереди. У них нет такого опыта выступлений, как у большинства футболистов в Ворску. В Ворске, насколько я знаю, была только футболиста, в основном составе, которые до этого не играли в Ворску. Что касается Локомотива, у них из четырех предыдущих матчей в Лиге Европы этого сезона играло 18 человек. Из этих 18 человек 15 по своему возрасту подходят для молодежной сборки. То есть я о чем хочу сказать. Очень молодая команда и, естественно, отсутствие опыта – это один из ее недостановок. Возможно, в концовке матча как раз этого отсутствия опыта им не хватило. Они могли реально подоиграть. Кроме того, что 15 футболистов подходят по возрасту для молодежи, 4 футболиста играют в настоящий момент в молодежной сборной Хорватии, и еще 3 футболиста играют в молодежной сборной Албании. Это о чем говорит? Мы говорим о том, что уровень этих молодых футболистов достаточно высок. В Хорватии – это фабрика таланта. В отличие от нашей страны, они стараются футбол сделать бизнесом. Это не олигархически, как у нас, где люди с большими деньгами платят деньги за тех команд, это как дорогие часы или как яхты. Это атрибуты. Нет, совершенно другой принцип. И они за счет того, что работают толково, грамотно, профессионально с молодыми футболистами, имеют возможность их растить, продавать и на этом зарабатывать деньги, и, соответственно, жить дальше. Воспитывать новых футболистов, снова продавать и развивать. Но это лучше, чем наши футболисты. Это другой совершенно путь развития. Это совершенно другой путь развития. И я думаю, что вскоре, в ближайшее время, мы закончим этап олигархического футбола в нашей стране, который мы побаловались 20 лет, и вернемся на путь своих футболистов. То есть тот путь, который у хорватов, у серпов, у поляков, у чехов, у венгров и у многих других. Без этого никак, потому что экономику не обманешь. Экономику не обманешь. И если наши руководители хотят со временем превратить футбол в бизнес, они должны об этом помнить, об этом думать. Если сегодня футбольный клуб не может продавать в футболке своих футболистов, и зарабатывать на этом так, как зарабатывает Риал на футболке Крещано Роналдо, значит, надо искать другие пути. А один из таких путей, естественно, это подготовка молодых футболистов. Вот с талантами у нас никогда не было проблем. У нас очень много талантов. Проблема с тем, как довести эти таланты до уровня профессионального уровня. Просто тысячи людей теряются в футболе. Это очень обидно, потому что у нас очень футбольная страна, у нас очень много детей, которые занимаются футболом, которые любят футбол. Но, к сожалению, лишь единицы доходят до серьезного уровня. Поэтому, я думаю, что дело в системе. Дело в системе и подготовки, и в системе футбольной политики в целом в нашей стране, в системе клубной подготовки, в системе координат, когда, ну, в какой смысл футболистов, условно, ехать, ну, куда-то пытать свои силы в один из Европейских чемпионатов, если он, играя в «Динамо», в Днепре или в Шахтуре, мог зарабатывать в 3-4 раза больше, чем он зарабатывал в Европе. Я считаю, что такой подход, он вспомнил, неправильный. Он, естественно, не просто баловал игроков, он просто их развращал. Поэтому футболистов не было никакой силы, растиры, глаз. Они знали, что они все равно будут играть за большие деньги в этом году. С одной стороны, рынок не стоит, С другой стороны, когда несколько людей с большими деньгами этот рынок создают фармировки, в итоге получается, что это не будет. В результате вчерашняя игра в очередной раз показывает проблемы государства. А спорт он не может стоять в стороне проблем государства. Проблемы спорта, проблемы футбола – это срез нашего общества, это срез наших социальных социальных людей. Футбол не отделен. Хотя говорят, что спорт вне политики – он одна из составных частей за счет спорта. Многие страны и государства как раз и делают спорты. Вот это вы сказали вне политики. Вчера, в то время, когда большинство смотрели этот матч, я смотрел хоккей 1972 год, сборная Канады, сборная СССР. Я получал истинное удовольствие. Я очень люблю эту игру. Динамика, скорость, сила. И действительно, вот тогда мы видели, как политика связана со спортом. Дрались две идеологии. Идеология социализма и идеология капитализма. Все было на этом замешано. Хотя, я помню, я тоже смотрел эти все суперсерии. И мне кажется, что когда хоккеисты выходили на лед друг против друга, меньше всего не думали о политике, меньше всего не думали о классе, кого играют девушки в буржуазии, а где нет. Вы как раз помните, как пел Высоцкий, да? Песня «Профессионал» как раз была посвящена хоккеистам, была посвящена особенно серии МССР Канада. Думаю, что на первую, на главную роль, выходило все-таки мастерство игроков и мастерство хоккеистов. И из-за того поколения, и в советской сборной, и в канадской были мастера величайшего класса. Я думаю, даже сейчас, спустя году, было любо-дорох отсмотреть. Ясно. Спасибо за аналитику вчерашнего матча, такую скромную. Ну что, погода нам шепчет, что сегодня опять, четвертый день подряд нам обещает в 18.00 дождь. Будет ли, не будет, опять неизвестно. Детней не было. Ну и, что интересно, на выходные с обеда обещают и в брызу, и дождь, и в субботу, и в воскресенье. Ну, будем смотреть. Сегодня в районе 30 градусов. Жарко. Лето идет. Всем доброго утра, удачи, здоровья. Пока-пока. У природы нет, плохой погоды. Вот, тоже правильно. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова